Создание на поле рядом с деревней Еремина парникового хозяйства для выращивания клубники, голубики, болины и спаржи – проект масштабный. Его предприниматели представили в ходе очередного инвестчаса, который состоялся в администрации муниципалитета. На самом деле сейчас об объемах говорить тяжело. Это сельское хозяйство, мы все это прекрасно понимаем. Но с 5 гектар клубники должно у нас ориентировочно получаться где-то под 100 тонн готовой продукции, то бишь клубники высшего качества. Площадь, которую намерены отвезти под будущую плантацию, свыше 120 гектаров. Землю на поле частично уже приготовили для размещения теплиц. Первый урожай хозяйства планируют получить уже в следующем году. Все технологии и оборудование, а также саженцы предприниматели планируют получать из Голландии и Польши. Сейчас на поле для будущей плантации уже проведены подготовительные работы. Выкорчены деревья и кустарники, выровнена поверхность. На этом поле мы провели достаточно много работ. Мы этим занимались фактически целый сезон. Лето 2019 года выдалось очень дождливым, поэтому не могли производить работы сельскохозяйства на поле интенсивно из-за дождей. Просто техника не выдерживала таких погодных условий, так как поле было очень сильно заросшее и травой, и дерном, и кустарником, и даже деревьями. При выходе на проектную мощность планируется создать 50 постоянных и 500 сезонных рабочих мест в период с апреля по октябрь. Продукцию планируют поставлять в магазины премиум-класса. Доходы должны будут нарастать поэтапно. Первая прибыль появится в следующем году после первого сбора урожая. В дальнейшем реализация продукции сельскохозяйственного комплекса должна покрыть все затраты. Также организаторы рассчитывают и на субсидии государства. Администрация округа намерена контролировать реализацию проекта на всех его этапах. Поддержка со стороны Министерства сельского хозяйства Московской области, она будет достаточно большая. Программа такая уже существует, есть. Наша задача только не отклоняться от этого и завершить начатое, то, что уже начали делать руководители этих проект. И со стороны администрации, естественно, мы будем контролировать это дело, потому что, действительно, если здесь создаются рабочие места сезонные, до 500 человек, высокооплачиваемые, и до 50 человек, которые будут на постоянной основе работать, это выгодно, прежде всего, и району, и, конечно, нам. Это замечательный проект. Во Фрянове на месте будущего ягодника установили поклонный крест и провели его освещение. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok